Орел и Решка перезагрузка В этом сезоне мы перезагрузим новые старые города. Заново откроем удивительные острова. Ну здравствуй! Перезагрузка настигнет даже наших ведущих. Как тебя зовут-то хоть? Я хочу кого-то убить. Это будет самый неожиданный сезон. Не пропустите! Сейчас будет то, чего не было за 8 лет никогда в Орле и Решке. Что происходит? Мне надо собраться, старик. Тихо-тихо-тихо! Вам понравится! Да уж, хорошее начало сезона. Хорошее. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Тэнкью. Это же покер-матч. Здесь победитель получает все. А вот и фулл-хаус от Настюшки. Другое дело. Привет, друзья! Это Орел и Решка перезагрузка. И мы прибежали, прилетели перезагружать солнечный Таджикистан. Пришло время узнать, кто же из нас все два дня будет ходить с золотой тибетейкой, а кто? Побираться по кишлакам. Загнул так загнул. Давай подбрасывай уже, а? Орель! Орешка! Привет, Таджикистан! Итак, дамы и господа, сейчас мы узнаем, кто будет с золотой картой. Итак, золотую карту получает! Получает! Анастасия. Ой, а что это у нас интонация так поменялась? Да у нас жизнь поменялась. Да ладно, потому что ну что ты грустишь, ну как будто первый раз с рюкзаком будешь по городу гулять. А вот золотая, вот сам достал, какой молодец. Ну это, пока. Пока. Таджикистан затерялся в горах. Здесь так и тянет отправиться на поиски приключений. Поэтому мы даже не будем пытаться провести все выходные в столице Таджикистана. В этот уикенд мы будем покорять горы. Искать затерянные нации. И знакомиться с удивительными людьми. От Таджикистана, вау! Которые здесь живут. Уху! Самое дорогое и элитное транспортное средство, которое можно арендовать здесь – это свадебный автомобиль. Вроде такого лимузина за 250 долларов в сутки. Но лимузин хорош для Душанбе, а для горных суровых тарок Таджикистана лучше всего подойдет старый добрый друг Хаммер. В этот уикенд меня ждет экспедиция в горы. Поэтому мне как раз подойдет огромный мощный вездеход, которому не страшны ни ямы на дорогах, ни полное отсутствие дорог. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Добро пожаловать в Таджикистан. Спасибо. Вот эта вот бумажка в Таджикистане – это пропуск дорогой жизни. Мои 100 долларов – это половина месячной зарплаты таджикистанца. На два дня – это почти что золотая карта. Осталось только найти, где эти доллары поменять. Здравствуйте, прошу прощения. А вы не подскажете, доллары здесь можно. А, да, извините. Я понял. А не подскажете, где можно доллары поменять здесь? Точно не знаю. Там в эти места не должна быть. Вот там, да? Там обменник? Да, нет… Прошу. Я greeted в аэропорт, он видно – это. А не подскажете, где можно доллары поменять? Доллар в банках много. А не подскажете, где можно доллары поменять? Доллары, только в банке. Давайте я вас довезу. Так у меня же нет денег с собой. Ну поменять потом. А и почем? Может за 10? За 10? Серьезно? Вот так вот и не торгуясь, прямо сказали за 10? За 10. Вы же голос у нас. Вот это везуха! Таджикские таксисты такие добродушные! И все? Мы приехали? Мы ехали меньше минуты. Я думаю, в чем подвох? Понятно. Не, ну к вам претензий нет. Чисто, все чисто сработано. Ну вот, ребята, нагорели на 10 местных тугриков. Чтобы вы понимали, аэропорт вот он. Ребята, уточняйте, куда именно вас отвезут. Мои 100 долларов превратились в 890 самани. Спасибо вам большое. Точнее уже 880. Счастливо! У вас сегодня будет хороший день. Пошиковали и хватит. Пойду на автобус. Душанбе переводится как понедельник. Вам, конечно же, интересно, почему? Рассказываю. Раньше на этом месте по понедельникам был большой базар. Далее на этом месте образовался поселок. Потом все это изменилось и образовался город. А название так и осталось прежним. Понедельник. Куда ты едешь? В понедельник. Когда ты там будешь? В понедельник. А когда обратно? В понедельник. Смешно. Запомните шутку, расскажите соседям. Ну что, Душанбе, давай знакомиться поближе. Привет, Душанбе! Здрасте. Здравствуйте. Хорошего дня. Привет, пацаны. Как дела? Нормально. Привет. А вы откуда? Из Кургана. Они, наверное, думают, что я больная. А вот так и есть. Таджикские мужчины все такие смуглые, жгучие брюнеты. А еще они страшные модники. Как на подбор. Приталенный пиджачок, галстук-селедочка и стрижка подранних битлз. А девушки роскошные, глаза как у косули. Волосы черные, как воронье крыло. Шея тонкая, как у лебедя. Таджикские женщины ходят в пестрых традиционных туниках и похожи на шамаханских цариц. Очень необычно на одной улице видеть таких разных людей, а не как будто из разных вселенных. Здрасьте. Здрасьте. Вы красивая, зря отворачиваетесь. Давайте будем откровенны. А Таджикистане есть несколько обидных стереотипов. Ну, что это не богатое государство. И вообще полстраны на заработках за рубежом. Так что от Душанбе, столицы страны, многого не ждешь. Но потом оказывается, что Душанбе очень зеленый город. С широкими проспектами и огромными площадями. Ухоженный и аккуратный. Честно говоря, я приятно удивлена, потому что, наверное, Таджикистан я представляла себе совсем по-другому. А он такой монументальный, такие величественные здания, красивые, чисто. Реально просто взял и удивил меня на сто процентов. Очень приятный город. Дорогие отели в Душанбе можно сосчитать на пальцах одной руки. Поэтому я выбрала тот, где есть президентский номер – Хаят Ридженси. Спасибо. Спасибо. Мне не показалось. Это же Пеппер! Ропот дворецкий, который распознает лица и эмоции людей. Если вы плачете, он вас пожалеет. Если веселитесь, посмеется с вами. Никогда бы не подумала, что встреча такое чудо техники в Таджикистане. Так, 211-й, 210-й. А президентский где? Интересно, там на будет написано Президентский. Сразу понятно, где он. Огромная дверь на полстены. Ну, скажем так, типичный президентский люкс. Огромный, просторный. Главная фишка номера – ванная комната с панорамным окном и видом на весь Душанбе. 2750 баксов. Именно столько стоит этот вид. Это почти как две с половиной зарплаты президента Таджикистана. Наверное, он скромный мужчина. О президентском номере больше сказать нечего. Зато есть что сказать о президенте Таджикистана Эмамали Рахмоне. Кстати, здесь правильно его называть основатель мира и национального единства, лидер нации. Стал знаменит тем, что решил, как и мы перезагрузить Таджикистан. Начал с того, что изменил фамилии на таджикский манер. Если кто не знал, раньше президента звали Рахмонов, а теперь Рахмон. Он запретил Хэллоуин, отменил празднование выпускных в школах, обязал госслужащих ходить в национальной одежде и запретил им ставить золотые зубы. Душанбе отстраивают ударными темпами. Таджики хотят превратить его в новый Дубай. Все супер-бомбезно. Если флагшток, то чтоб прям в книгу рекордов Гиннеса. Если новострой, то обязательно, чтобы был похож на дворец. Библиотека – дворец. Резиденция президента – дворец. Торговый центр – тоже вау. Куда не глянь, сплошные дворцы. Вот попробуйте угадать, что это. Мэрия, библиотека, вокзал. Это центральный рынок Душанбе. Раньше главный рынок выглядел вот так. Но местная власть подумала, что для гордой столицы Таджикистана это как-то бедновато. И тут отгрохали вот такие хоромы за 22 миллиона долларов. О-о-о-май-гад. Ощущение, что в Тадж-Махал завезли торговые ряды. Это честно какой-то сюр, знаете. Тут лепнина, колонны метров по 10. И смотрите, абрикосы, алыча, персики, арбузы. Что происходит, друзья? Если отвлечься от красоты и посмотреть на прилавки – это типичный таджикский рынок. Тут зелень, капуста, лук, помидоры, горы специй, черешни, творог, хлеб, лепешки, орехи, сухофрукты. В общем, все, что только можно представить. И что самое приятное – на таджикском рынке можно и нужно торговаться. А в какую же цену все? Два самони. А это? Два самони. Я иностранец. Я только хотел с вами поторговаться. Базилик, это розмарин, вот это мята. Слушай, ну это нереально. Это таджикистская магия. А в какую цену? Это подарок бесплатный. Вот это от Таджикистана, вау. Иностранцев здесь встречают как дорогих гостей. А весь рынок – будто один огромный накрытый стол. Аж неудобно злоупотреблять их гостеприимством. Ну просто совесть не позволяет. Ну вот неудобно и все тут. В этом дворце еды чувствуешь себя королем. А вот и трон – массажник. Красиво жить не запретишь. Даже на рынке. Господи, блаженство. Какие спа-центры. Какой рынок. Спасибо большое. Что это? Это чай. Чай? Да и Бог здоровья. Ребят, вам нужны еще какие-то причины, чтобы приехать в Таджикистан? Мне кажется, я назвал их сегодня очень много. Богатые по рынкам не ходят. А едут обедать в роскошные рестораны. Спасибо. В Таджикистане глупо выбирать стейк-хаусы или суши-бары. Обедать нужно только в традиционной Чайхане. Чайхана – это не ресторан. Издавна это закрытый клуб, где собирались мужчины выпить чаю и обсудить последние новости. И если раньше вход в такие места женщинам был запрещен, то сейчас в Чайхане рады всем гостям. Трапеза проходит, сидя на полу на Дестархане. Изначально это была скатерть, вокруг которой лежали мягкие матрасы – курпачи. Сейчас едят за низким столиком, на который и накрывают обед. Ну что, друзья, кажется пришло время на весы до отвала. У меня на столе два вида чая – лепешки, суп шурбо, овощной салат, самбуса и, конечно же, плов. По традиции в первую очередь гости наливают чай. Летом зеленый, зимой черный. Наливать принято пол чашки, чтобы гость не обжег руки, а хозяин мог чаще подливать, оказывая уважение. Таджики без хлеба за стол не садятся. Обязательно должны быть не пешки – чапати, кульча и фатыр. Ой, боже, как она хрустит, ребята. Я не знаю, слышите вы это или нет, но это не передать словами. На первое подают суп шурбо с обжаренной бараниной и лавашом прямо в тарелке. Супом все понятно, он безумно вкусный. Блюдо номер два – самбуса. Что-то похоже на грузинские хинкали, только запеченные, а вместо фарша внутри – целые бараньи ребрышки. Тесто слоеное. Это вкусно, ребята. Это король стола. Традиционный плов. По-таджикски ош-полов. И в названии зашифрованы семь основных ингредиентов блюда. Плов традиционный естся с джурготом. Это как простокваша, но разница в закваске. Это все не перемешивается, а делается таким образом. Набираете в ложечку количество, которое вам кажется достаточным, кладете на плов. И вместе с рисом и с мяском это дело набираете в ложку. И едите. Необычно. Чувствуется такая некая кислинка. И в сочетании с пловом это супер непривычно. Боже, если бы я здесь жила, я была бы самой толстой девочкой на районе. Отвечаю. Если хочешь приключений в Душанбе, нужно отправляться в горы. Тем более, что они начинаются сразу за чертой столицы. Тут изумрудные долины. И бурлящие реки. И хрустальные водопады. А вот, кстати, и гордость страны. Борзопское ущелье. Очень красивое место. Ну и, конечно же, дома зажиточных таджиков. Ну а что, свято место пусто не бывает. Здесь самая дорогая недвижимость во всем Таджикистане. Ну, чтоб вы примерно понимали, Варзопское ущелье – это как в Украине кончезасп. Один в один. Правда же? О, а вот и дача самого президента. Нормально так, слушайте. Точнее, загородная резиденция. Это скромная семиэтажка и огромный шатер. И, в принципе, после нее все дачные участки в Арзопском ущелье заканчиваются. Я тоже решил поискать приключений. Так что я начинаю свое большое бюджетное путешествие на юг Таджикистана. Для начала я поеду в город Нурек, где посмотрю на гигантскую плотину. Оттуда я планирую отправиться в долину Челтуф Тарон, к горам 40 женщин. Где-то по пути переночую и соберу все интересности. Доехать просто. Есть частники, с которыми можно договориться. Салам. Нурек? Нурек. А сколько? За 15 довезу. А, хорошо. Спасибо, прохат. В тесанте, как говорится. Да не в обиде. Я еду сейчас на очень крутую достопримечательность, которая называется Нурекская ГЭС. Но так как это режимный объект, просто так попасть туда нельзя. Нужно обязательно зарегистрироваться, внести свои паспортные данные, краткую автобиографию и кучу другой ненужной информации. Ну а что делать? Правила такие. Я добралась до единственного в Таджикистане горнолыжного курорта Сафет-Дара. Таджкистана. Его недавно тоже перезагрузили и построили современную скоростную канатную дорогу длиной в 2 километра. Когда не сезон, канатка не работает. Но когда у тебя золотая карта – не проблема. Здравствуйте, могла прокатиться одна? Любой каприз за вашу улыбку. Как мило... Ой, стойте, я забыла кое-что сделать. Ничего, Семен, так разгоняются. Я думала, мы медленно поедем, а мы просто в ракеты полетели. Красиво. 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 Ну и что? Ну и что? Подумаешь, туман и ничего не видно. Зато можно хорошенько разнообразить воображение. Представить, что там, например, река, здесь дорога, там ослы, там козлы, там люди, а вот здесь маникюрчик мог бы быть, конечно, поинтереснее. Ну да ладно. Слава богу, здесь есть еще чем заняться помимо наблюдения вот всей этой дымки и красоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно, друзья. Вот тоже ничего я приехал в Нурек. Посмотрите. Это ж плотинище! Это настоящее чудо Таджикистана. Это самая высокая насыпная дамба в мире. 300 метров, даже чуть больше. Представьте, это как будто 10 девятиэтажек поставили одна на другую. Представляете? Это просто грандиозный замысел. Ну смотрите. По горному ущелью текла река Вахш. В 60-х насыпали плотину, чтобы перекрыть речке дорогу. И все, чтобы добывать электричество. Как? Слушайте внимательно. Друзья, сейчас я расскажу вам о принципах работы гидроэлектростанции. Под действием силы гравитации вода падает сверху вниз по специальным трубкам, раскручивая пропеллеры турбин. Таким образом, кинетическая энергия превращается в электрическую. Короче, с помощью этой гидроэлектростанции вы сможете заряжать свои мобильные телефоны и пауэрбанки. Понятно? Сама ГЭС – это режимный объект. И кроме как сказать вау, делать тут нечего. Но вот водохранилище – это популярный местный курорт. Здрасте. Прямо туда? Прямо вот так, да? А, ой, спасибо. Поехали. А так и не скажешь, да, что я со стабаксами? У озера очень интересные берега. Они как будто расчерчены под линеечку. Видите? Внизу ничего не растет. На самом деле это уровень, на который вода поднимается в озере. Невероятно красиво. Ну что, пошумим? На случай, если в горах не будет снега, на горнолыжном курорте придумали парочку экстремальных развлечений. Мое наставление – если вы спали, вы проснетесь. Если вы пьяны, вы отчетитесь. Я готова проснуться и готова протрезветь. Наконец-то. Первый раз за неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай к миру! Я в порядке! Пока! Это было хорошо. Хорошо, но мало. Так что погнали на баги. А теперь месим грязь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это я понимаю, мгнователь. Ощущение, конечно, просто супер. Девчонки, берите эту штуку на заметку. Во-первых, красиво. Во-вторых, адреналин. И в-третьих, я чувствую себя нереально крутой тёлочкой. В такие моменты очень хочется передать привет моей подруге Насте Ивлеевой. Сказать, Настя, ну как я, нормально? По-моему, нормально, можешь не отвечать, я и сам знаю. За 46 долларов тебя доставляют в такие плавучие домики, и тут уже можно кататься на разных водных штуках. Дорого, конечно, но здесь просто больше не на что тратить деньги. Никогда бы не подумал, что в Таджикистане мне понадобится гидрокостюм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мамочки, еще пару метров, и я улетела бы в обрыв. Все хорошо, машина не пострадала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как надо парковаться? Ищите глубокую яму. Заезжаете туда боковым колесом и встаете. И есть два варианта развития событий. Вы экономите очень много места на парковке. И второе, вы сломали машину и вам придется за нее платить. Ух, сломала? Я заплачу, у меня есть карта, банка, виза. Я вытащу. Олег, либо ты заходишь с этой стороны и толкаешь, и мы как бы, да, машину ставим ровно. Либо, в смысле, подожди, есть еще второй вариант. Я даю полный газ и как бы выруливаю направо и выезжаю. Но есть вероятность того, что я улечу туда в гору. А ты зараза, а? Мы с тобой первый день работаем, а ты уже меня не любишь. Ну ничего, я еще на тебя отыграюсь. Вот стой здесь, я все-таки буду газовать, да? Не отходи. Снимай крупный план. Куда пошел? Ну главное, что вид-то прояснился. Облачка ушли. Чего переживать-то попусту? А я продолжаю путь в долину сорока женщин. Челдух Тарон. Автобусов здесь не видно, так что попробую старый добрый автостоп. Здравствуйте. Челдух Тарон. Ну да. Ага. Ну окей, хорошо. Да, спасибо. Спасибо. Водитель меня привез в кишлак мифработ, когда уже потемнело. Так что никаких сорока женщин я сегодня не увижу. Удачи. До свидания. Переночую здесь, а утром отправлюсь в долину. Здравствуйте. Можете знать, где-то хостел есть или гостиница? Здесь самая приближенная гостиная, где можно ночевать. Это 30 километров в городе Куля. В то направлении в городе Тушамбе это 60 километров. Это Абдулла. Я долго объяснял ему, куда я еду и что мне нужно. Из этого я думаю. Как я? Как вам помочь? Ага. Ну подумайте, пожалуйста. Он что-то долго обсуждал с приятелем. И тут началось что-то странное. Сначала Абдулла меня привел к своему другу Мирзо. Размещайтесь, располагайтесь до утра. Мы попрощались и пошли уже селиться. Как вдруг через 10 минут Абдулла вернулся и начал звать меня уже к себе. Правильно ли я понимаю, что идет драка за гостя? Да. Да? Да-да-да. Испокон веков у таджиков сохранена такая мудрая пословица. Гост – это божий дар. Гост – это божий дар. Хотим ли мы, не хотим, он же властелин. Пошлет своего дара, от того как мы его воспринимаем, зависит дальнейшая наша судьба. Я еще полчаса назад и думал, что буду начипать реально где-то на лавочке. Сейчас за меня дерутся. Просто от одного двора меня забирают к другому, потому что за гостя здесь дерутся. В общем, уж не знаю как, но они договорились, что я ночую у Абдулы, а утром приду к Мирзо на кофе. Так что мы идем теперь, получается… Туда. Ага, хорошо, пойдемте. Это ваш дом? Это наш. Пожалуйста, зайдите. Спасибо. Чувствуйте себя как дома. Уже чувствую. Здравствуйте. Крепость простой. Вот это для вас. Абдулла познакомил меня со своей семьей. Это моя жена. А вот его жена Джавио, сын Адо и старшая дочь Суман. Для гостей у таджиков всегда есть отдельная комната. Тут меня уже ждал накрытый стол. Точнее пол. Гора еды. Душевная беседа. Вы умеете играть? Как это называется? Это ду-то. Два струна. Хозяин еще и сыграл на двуструнной гитаре. Дутаре. И все это будет, если в Таджикистане ты гость. Знаете, я, конечно, не первый раз ночую у незнакомых людей, у каучсерферов. Но вот так, чтобы просто подойти на улице к первому попавшему человеку, а потом через полчаса оказаться у него дома и ночевать. Честно, со мной такое впервые. Таджикистан. Да прибудет со мной президентский сон. Сладких снов, друзья. Свет. Доброе утро, спасибо, хорошо. Спасибо. Что бы я без тебя делала? Блин. Походу с кровати упал. Он ударился походу. Если ты приехал в Таджикистан с деньгами, то лучше всего их потратить на то, чтобы добраться в дикие места. К народам, которые живут вдали от цивилизации. Через горы и ущелья я поеду в прошлое. Туда, где живет древнее племя ягнобцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказалось, что приютивший меня Абдула – смотритель местного музея. И чтобы я не сомневался в его гостеприимстве, он провел мне небольшую бесплатную экскурсию по древней резиденции правителей – Хулбуку. Для провинции вполне себе красиво. Вот первый тунел, первый тунел – это подарок Хулбу нынешней цивилизации. По-русски это хозяйственная мусорная шахта. По-английски это garbage. О, вы знаете английский? Чертенько. Ну нормально. Ребята, ну дела. Переночевал, накормили меня, обогрели, экскурсию провели. Я просто в шоке. Вот если что-то называется радушным приемом, то то, что было у меня сегодня утром и вчера вечером, это есть… Подождите. По нашим законам гостеприимства тебе полагается тубетейка. Тубетейка? Да. Рахмат. Рахмат. Пора продолжить мое путешествие к чуду природы Таджикистана – скалам сорока женщин. Выходим на традиционную охоту, которая называется битва с таксистами. Вот уже один идиот уже едет на нас, уже хочет наших денег. Здрасьте. А Челдувторон сколько стоит? Это в одну сторону. А в две? 180. А иногородним скидки есть? Ну 170. Да? Супер. 20 баксов за такси – не так и мало, но деньги еще остались. Так что можно и шикануть. Про Челдувторон я много слышал, много читал, много смотрел. Это должно быть очень красиво. Красиво же, да, Челдувторон? Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы добраться к ягнобцам нужно свернуть с трассы на дорогу, которая петляет по краю глубокого ущелья. Совсем скоро исчезают все признаки цивилизации. Вокруг остаются только дикие, холодные горы. Это край без начала и конца. Бесконечные горные хребты. Бесконечная дорога. Даже водопады бесконечные. А вот еще один водопад, но он очень странный. Вытекает из скалы и не вытекает на дорогу и в реку. А куда он втекает, тоже непонятно. Слушайте, не природа, а сплошные загадки. Дорога в прошлое полна опасностей. Обрывы. Камнепады. То и дело, приходится штурмовать бездорожье. Да, дорога в эту деревню, конечно, просто трэш. Она реально опасная. Постоянно какие-то обрывы. И я то и дело смотрю просто с замиранием сердца. Погони, пожалуйста, миленькая, прошу тебя. О, дайте как-то спешочком проявляю. Не смешно, стой. Я пойду, давай. Открыли. 8 часов в дороге и мы даже еще кирпича Ягнобского не увидели. Просто посмотрите, какая узкая дорога. Чуть-чуть там вправо колесико по скользкой вот этой вот песочной истории и все. До свидания. Из поселка Муминабад я потопал на свидание с сорока девушками. Таджики считают, что эти скалы похожи на сорок девушек в национальных костюмах. Есть у таджиков одна легенда. Жили-были сорок девушек. Горе себе не знали, кушали плов, мечтали о хорошем замужестве. Но вот как-то пришли вероломные захватчики и решили взять девушек в наложницы. Не в заложницы, в наложницы. Это важно. Девушки не хотели такого расклада, взмолились Аллаху мол Аллах помоги. Что сделал Аллах? Он, не долго думая, превратил их в скалы. Вот такая фигня, ребята. Конечно, за такую легенду геологи меня просто заплюют, поэтому расскажу еще одну версию. В течение миллионов лет ветер выдувал более мягкие участки скал, создавая вот такие вот причудливые формы. В результате появились вот такие вот скалы. Горы острые, как лезвие. Холодное промозглое ущелье. Тут и живет древний народ – ягнобцы. Мухаммед. Он тут самый старший, а потому обязан принимать гостя деревни. Сейчас у мусульман пост – рамадан. И днем они не едят. Но для гостя тут моментально накрывают скатерть-самобранку. Мухаммед объяснил, что ягнобцы – это не таджики, а другой народ – родственники иранцев. Давным-давно они ушли от войн и набегов далеко в горы. Они совсем оторвались от цивилизации, но зато сумели выжить. Ягнобцев в мире осталось не больше десяти тысяч. И говорят они на своем древнем языке. Вот брат Мухаммеда Симрут. Даже по-русски не говорит. Только на таджикском и ягнобском. Мы остаемся жить здесь, чтобы не потерять свои традиции, хранить обряды и культуру предков. Если мы уедем, нашего народа как такового не останется. Ягнобцы перестанут существовать. Мы счастливы. Хватает всего. Единственное, чего хотелось бы, чтобы здесь поставили магазин. Мухаммед любезно показал, как живут современные ягнобцы. Возделывают огородики, на которых камней больше, чем земли. Огромными штабелями заготавливают овечи кизяки. Это единственное топливо для печек, ведь деревьев в округе нет. Вот в таких печах ягнобские женщины готовят хлеб, кладут тесто на подушечку и лепят на внутреннюю стенку печки. Хотите посмотреть, как дают энергию? Конечно. А теперь шок. У ягнобцев, горных людей, которые топят кизяками, есть гидроэлектростанция. Как Нурекская ГЭС. Только в сто раз меньше. Вода из ручья крутит динамо-машину, вырабатывая электричество. Вот, казалось бы, друзья, я человек из цивилизации, из огромного мегаполиса. Но при этом я смотрю на вот эту самодельную электро-гидро-как-то ее там станцию, которую сделали люди без образования своими руками. и понимая, что я чувствую себя просто каким-то дурачком. Нонсенс. Когда есть электричество, есть и телевидение. Но если оно пропадает, ягнобцы вспоминают развлечение возрастом в тысячу лет – ягнобский бадминтон. Или другая травмоопасная игра – челоколом. Челоколов в исполнении Настюшки Влеевой. Для вас. Вот такие они душевные, древние ягнобцы. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Я, если честно, просто воодушевлена и влюблена просто в ваш маленький народ. Спасибо вам огромное. Женщина у вас на вес золото, такие лепешки вкусные готовят просто. Приезжайте в Таджикистан, берите машину и уезжайте далеко-далеко в горы. Несмотря на опасную дорогу, какие-то погодные условия, правда, здесь живут абсолютно дружелюбные люди. И вы можете приехать, и вас всегда напоят чаем, накормят конфетами. И это нечто невероятное. Поэтому все приезжайте в Таджикистан. Спасибо огромное. Это просто от души. А говорят, что Таджикистан находится за чертой бедности. Нет. Богатство этой страны в другом. В природе, в людях, в традициях. Вот где душа Таджикистана. А деньги… деньги придут. Мы же пришли. Таджикистан – такая страна, где нужно путешествовать не ради цели, а ради самого путешествия. Мы ехали меньше минуты. Если бы я не отправился на поиски долины Челдухторон… Невероятно красиво. …я бы не познакомился с местными… …и не узнал бы их обычаи. Я иностранец, это… Я гость тебе страна. Да ладно. Здесь ты не просто турист, здесь ты гость. Боже, если бы я здесь жила, я была бы самой толстой девочкой на районе. И нам бы очень хотелось, чтобы так было всегда. Любой каприз за вашу улыбку. А вообще, таджики, вам пора давно отменять понятие турист. А Министерство туризма пора давно переименовать в Министерство гостеприимства. А? Как вам? Гост? Гост – это божья та. От того, как мы его воспринимаем, зависит дальнейшая наша судьба. Таджикистан, миленький, прячу для вас заветные 100 долларов. Я уверена, что для вас это будет настоящее приключение и желаю вам успехов. Ну и потратьте на что-нибудь хорошее. О, пошла. Вот они, вот они хрустящие. Представляю, сколько здесь народу будет после передачи. За бутылкой со 100 долларами в Душанбе отправляйтесь на улицу Нисора Мухаммада. Недалеко от перекрестка с улицы Лахути есть два киоска. На крыше одного и ищите заветный клад. Только ребят, не снесите киоск. Этот ларек станет знаменитым. Ну вот и где Антона? Ну сколько можно его ждать? Ну уже дождь закончился. Все, зонт не актуален. Вот где ходит? Ты нормальный вообще птушке? Ты понимаешь, что этот самолет через 10 минут уходит? Я стою, тебя здесь жду. Это кто? Это со мной друг. Какой друг? Тихо. Если бы не он, я бы тебя убила. Тихо. Эта страна имеет огромный потенциал для туризма, честно. Поэтому в Таджикистан я не имел вообще никаких ожиданий, правда. Но эта страна, она их не просто оправдала, она их превзошла. Ты знаешь, Антоха, вот здесь я с тобой соглашусь. Люди такие добрые, такие улыбчивые, проспекты такие широкие. Так чисто, столько зелень. Ты мне зубы не заговариваешь, мы что, на рейс опоздаем? А что мы стоим? Бежать быстрее, дружок, пошли. Друзья, увидимся в следующем городе. Давай быстрее, хот-дог возьми, малому. Давай, ну иди с нами быстрее. Давай, ну!